Приветствую, дорогие друзья. Редко у меня такое бывает в жизни, но даже не знаю, с чего начать. До такой степени много новостей, до такой степени, как по мне лично, они являются шокирующими. Ходит такая информация в сети. Зеленский сегодня собрал на банково всех военных руководителей и дал им задачу максимально усилить мобилизацию. Нужно собрать 200 тысяч мужчин до Нового года. Ранее в моих видеороликах я уже говорил об этой информации и какие есть этому подтверждения. Украина хочет мобилизовать у 2024 роста еще 200 тысяч человек, але наврядче вдастся. The Times. То есть, видите, есть ссылки на иностранное издание авторитетное, где эта информация повторяется. То есть, ранее мы, друзья, с вами это обсуждали. Цифры мобилизации мают зарастаться. Чернев назвал причиной рейди в ТЦК. Этот депутат его зовут Егор Чернев. Он рассказывает о том, что идут активные действия России, и она наступает. И, соответственно, нам нужны люди. Вот у меня есть лично от себя и от Вовчика предложение. У него такой суровый вид в этой ковтынке. Ну, может мобилизоваться уже. Может пора уже, как говорится, своим примером показать. Это, друзья, ряд видеороликов. Нарезки они гуляют по сети. Это Харьков. Харьков, друзья, был взят в облогу. Честно говоря, его окружили буквально недавно сотрудники центра комплектования и активно занимались тем, что разыскивали тех людей, которых было бы неплохо привлечь для службы в вооруженные силы Украины. Там было много сообщений о пробках и о том, что там какой-то ужас и кошмар происходит. И, кстати, когда вот это только началось, начали поступать сообщения, что в Харькове пошли по одесской схеме. С чем это связано? В Одессе, кстати, в это же время никаких блокпостов не ТЦКшников. Вот как раз, когда были вот эти рейды, не было. То есть, делаем простой вывод, что их туда многих перекинули, в том числе и из Одессы. И они там стали сразу, ну, осмотрелись, почему бы не проворачивать одесскую схему. Поймал человека, получаешь деньги за то, чтобы ему выйти. Ведь эта схема у нас давно уже в Одессе действовала. Ранее про Харьков я о такой схеме не слышал. Там говорят, до 5000 долларов доходит, чтобы выкупить жизнь человека. Ну, честно сказать, сумма немаленькая, но тот же момент, жизнь человека ведь действительно много стоит. Если это будет необходимо, если страна будет на грани снищения, то мобилизационный век можно сниживать хоть до 14-ти годов. То есть, когда человек уже может поднять автомат, он уже может быть солдатом. Мы знаем, что в многих прогрессивных странах мира, например, в Центральной Африции, воюют уже годы с 12-ти и 14-ти. Пан Усат и Корчинский предлагают уже и детей подтягивать. В тот же момент, хочу заметить, друзья, почему-то он не говорит, что надо привлечь на службу вооруженные силы Украины полицейских, к примеру, тех же, допустим, сотрудников СБУ, Государственного бюро расследований, прокуроров с их многочисленными инвалидностями. Их это святая корова, трогать нельзя. А вот детей можно забрать. Да, это дети-підвитки, и, конечно, этого совсем не хотелось бы. Я повторю, что у нас есть еще большие резервы в стране, прежде чем сниживать мобилизационный век, даже ниже 25 лет. Но когда государство загрожает большая безопасность, то, конечно, воювать будут все люди, женщины, 80-летние, 15-летние будут все. И, я думаю, что и много кто из украинцев понимает, что рабство гирше, чем война. Я так понимаю, все, кроме него. Вот ему нельзя, у него грыжа, наверное, и 60 лет исполнилось буквально недавно. И, соответственно, без него как-то справляйтесь. Он поставит на путь истинный нас. Мне, конечно, очень интересно, откуда он это знает, что воюет где-то с кем-то? Он в боевых действиях участвовал. Ну, мы об этом позже поговорим о боевых действиях. Вот я думаю, что все цивильные люди сейчас должны думать о том, что лучше все-таки не допускать рабство. Краще все-таки в разе потребы загинути в бою, но не сдать нашу государство. А это означает, что готовность к войне должна быть у всех. От 15 до 90 лет. Но, еще раз повторюсь, что у нас еще далеко не вычерпанный мобилизационный потенциал тех, кому от 25 до 50. Видите, раньше его не было, ничего не было слышно. А вот сейчас его стали под эту всю тему, связанную с возрастом мобилизации, вытягивать из каких-то непонятных щелей и показывать. Вот, кстати, по поводу того, где он воевал, с кем и за кого он воевал, есть информация официальная в Википедии. Можете сами посмотреть, если не верите. Дмитрий Воевал участвовал в войне на стороне Приднестровья. И он даже получил несколько наград. Медаль защитника Приднестровья. Орден Республики. Орден Республики – это высшая награда Приднестровья. Если кто-то не знает, что такое Приднестровье, есть такие люди, кто там за кого воевал, как это все связано с Российской Федерацией, почему они поддерживают Приднестровье, и кто был на стороне Приднестровья против Молдовы воевал. Поэтому, друзья, можете, если сомневаетесь, почитайте в интернете. У нас нет никаких ограничений, что до гендера. И если на локацию подходит Дмитрий, то она иду на эту локацию, иду на эту посаду. С первых же дней полномасштабного вторгненья я жила разом с хлопцами, мы спали, как попали, где попали, и добре, как что спали, наскрили. И это абсолютно нормально. Ести сухпайк – это абсолютно нормально. То есть я абсолютно не вываглива до чего-то. Оглея чему-то пытается оберегать какую-то квиточку, хотя я такая же, как и все другие. Видите очередные вот эти ролики о том, что надо женщин. Я, честно, мою жену не отдам. Ни в каком случае я это не вижу, я против того, чтобы моя жена шла воевать. Это мое личное мнение, я ее люблю очень сильно, и никаких других вариантов для себя я здесь не вижу. А вот, кстати, по поводу этих жиночек такие есть воинственные. Они говорят, да там надо воевать, у Сиповой не воеваты, давайте достанем, с кикишовой хлопцей не воюйте. А вот к этим бы, жиночкам, я бы на самом деле на месте ТЦК бы очень хорошо присмотрелся. Потому что одно дело других отправлять на смерть, а вот если твоей личной опы это коснется, как ты тогда себя поведешь? Президент Зеленский не мав до президента никакого стосунка ни до влади, ни до государственных активов. Он не занимал никаких посадков. То есть ему, он абсолютно не связан с этим минулим, про которое мы с вами говорим. Это очень важно. Как мы видим, друзья, это очень плохо, судя по результатам, которые у нас есть на сегодняшний день. Очень плохо, что он не имел никакого отношения ни к политике, ни к управлению государством. И та команда, это, возможно, не идеальная команда, не команда МРІ, но она принесла очищение в систему влади, новую культуру. Взагалі, Зеленский став, что мне еще понравилось, после того, как мы не призначили, что для меня феноменом было то, что его обожнювали все европейские лидеры. Просто за вмовчанием. Просто его обожнювали, с ним хотели спілкуваться, налагоджувати стосунки. Потому что он став феноменом европейской политики и демокрации. И не считалось нормальным, что в демократичной стране за одну людину могут люди отдать 75% голосов. Мне это было надзвичайно интересно, потому что, в принципе, думаю, что это все так не серьезно. 73, здаясь. Ну, 73. Вы пропустите, как министр юстиции, не имеете право. Это, слава богу, центральная выборщая комиссия не входить в склад министра. Это был такой интересный феномен. Мы не маем про это забывать и за этот час он, с точки зрения своих доказательств, не изменился. Вот это, я понимаю, уровень так подлизнуть. Это, кстати, министр юстиции. Мы уже как-то ее вспоминали в одном из видеороликов. Я стою на талку, у нее какие-то чуть слезы такие умиления не потекли от этого всего, что она услышала. Боже, такие гарные, такие красивые. Вот понимаете, почему человек на своем месте, несмотря на уголовные дела, она находится в кресле министра юстиции. Вот именно поэтому, потому что вот может же, может, если хочет. Вот вы так не умеете, я так не умею, Вовчик так не умеет, а есть люди умелые. Ох, в моем телеграм-канале я делал с этого привода пост. Сухопутные войска ЗСУ погрожают всем людям, которые выясняют незаконную мобилизацию и незаконные действия по отношению к граждану Украины. Та погрожают, что их всех до въезда, до буцигарной посадят. Есть даже статья, окрестно говоря, у Криминального кодекса Украины. Как раз вот этим сухопутным войскам и подчиняются все эти ТЦК. То есть, они за свое, за родное очень сильно переживают. Потому что такая деятельность, как устраивают ТЦК у нас в Украине, назвать другим словом, кроме как преступления против человечества, человечности, это нельзя. Ну, я другого здесь названия не вижу. Никто никогда такого не делал. Как это жизнь человека ничего у нас не стоит? Вернее, она стоит. Ты взял, похитил человека, заработал деньги. Ну, как это так? Так не должно быть. Ну, это просто вообще ужас и кошмар. Я по-другому здесь не могу сказать. Как это человек рожден свободно, и его заставляют какие-то генералы, более того, которые пишут угрозы таким людям, как я, которые показывают и все, и об этом говорят, об этом беспределе, которое у нас происходит. Представляете уровень генерал вооруженных сил Украины? Как правильно сказал классик, генерал это не должность, это счастье. Поэтому, друзья, если вы поддерживаете меня, поддерживаете мою борьбу, можете стать спонсором канала в Ютубе. Это материально поддержит меня, поддержит мою борьбу и, конечно же, Вовчика. Полтавский ТЦК поведомляет. 21 сентября в одном из технических примещений пунктов попереднего сбора військовозабовязанных было выявлено тяло человека с явными ознаками того, что он сам коротил соби веку. Слідов насильства выявлено не было. На месте подъек сразу было выкликано правоохранитель, которые начали следитья. Жодного физичного чи психологичного тиска на військовозабовязанных не здействовалось. То есть, видите, друзья, просто происходит то, что происходит. И, конечно же, они здесь не виноваты. Просто человек жил, у него все было нормально, он проживал свою жизнь. Забрали туда, и почему-то что-то с ним случилось. Без каких-то признаков физического насилия. Просто в Полтаве вот так вот делают. Человека забирают, и потом он почему-то умирает. Как вы думаете, почему это происходит? МСЭК буде ликвидовано с 31 грудня. А счет пенсийных выплат по инвалидности посадовцям проведуть аудит, решение РНБО. МСЭКи – те самые, которые выдавали справки людям, которые хотели спасти свою жизнь. То есть, у человека был выбор дать взятку в этом МСЭКе и выехать. Я здесь не говорю об этих прокурорах, надоели они уже, честно сказать. Я здесь говорю о простых людях. То есть, людей государство ставило в такую позу, что ему больше ничего не оставалось, чтобы спасти свою жизнь. И не попасть в вот этот полтавский ТЦК. Просто купить себе справку о том, СЭК, за доллары, понятно. И выехать за пределы нашего государства, спася себя, обеспечивать свою семью и жить, как говорится, в нормальной какой-то стране. Где жизнь человека что-то стоит, и ее, по меньшей мере, уважают. И не устраивают то, что устраивают в нашем «замечательном» государстве. И вот так вот решили рубануть с плеча. То есть, мое мнение, честно сказать, вот я вот посмотрел это все, Верховная Рада вообще нам не нужна. Зачем там держат такое количество этих дармоедов-депутатов, и к тому же с учетом тех, что территории мы потеряли, зачем нам такое количество этих бездельников? Вообще взять ее и разогнать. РНБО знает, как решать все вопросы. По всем вопросам собрались, написали какую-то бумагу, Зеленский подписал все, решение есть. Зачем эти сложные процедуры, какие-то мероприятия? Все решается очень просто. Мы видим раз, и отменили. Просто, честно сказать, шок. Также завтра можно будет отменить судебную систему, полицию, прокуратуру. Любую организацию решением РНБО можно отменить. Многие задаются вопросом, в том числе вот ТЦК, вся наша власть, Зеленский. Где брать мотивированных бойцов в хорошей физической форме, которые, ну, этого возраста, самого-самого, от 25 до 60. И я вот одного нашел. Ну что, друзья, в день рождения хочется сделать себе самому подарок. Поскольку мне исполняется 57 лет, я сейчас хочу сделать 57 отжиманий от пола, но чисто, академически, не лишь бы как, чтобы не было потом стыдно ни перед собой, ни перед вами. Поехали. На бровях, ну, сделал. С днем рождения меня. Слава Украине. Героям слава. Помню, друзья, его обещание перед войной, что он, его дети пойдут на войну. ТЦК. Что происходит? Почему он бродит и рассказывает про какие-то отжимания по разу за год или что? Что такое? Такой боец пропадает. Мотивированный. Видели, футболка у него уже с трезубцем. Ну, все уже есть. Ну, готовый боец. И еще года три может повоевать до 60. Более чем уверен. Дуже потужно. Потужно. Это дуже потужно. Вот такой вот выпуск, друзья, получился. Если он вам понравился, и вы еще до сих пор не подписаны на мой канал на YouTube, подпишитесь, пожалуйста. Будем оставаться с вами на связи. Будете получать уведомления, если, конечно, поставите колокольчик о моих новых видеороликах первыми. На этом я и, конечно же, Вовчик прощаемся с вами. Дорогие друзья, я не могу выразить словами всю вдячность за эти несколько дней. Эти пять выступов, которые вы были вместе с нами, это, ну, правда, невероятно. Краще всего и отзначение 30-летнего нашей группы, вашей группы, Киан Эльзы, годяй придумать.